сегодня у нас в меню будет угри на барбекю несколько дней назад мы были на рыбалке и поймали здесь в турции в анталии угря такого большого угря прежде мы поймали одного угря небольшого размера в речке а этому мы поймали прямо около моря из этих двух угрей мы будем готовить сегодня барбекю прежде всего конечно пойманного угря его нужно хорошенько отмыть и затем зафиксировав голову угря это можно сделать отверткой нам нужно сделать ему надрез под шею а потом вскрыть его вдоль после этого конечно нужно будет вычистить внутренности хорошо его промыть обрезать половники отрезать голову затем мы чистим его с внешней и с внутренней стороны вот таким вот образом ножом но и сильно не нажимая в принципе как таковой чешуи у него нету но тем не менее нужно его так сказать почистить вот всяких частичек и грязи и так далее а хвост причем тоже можно есть его отрезать не нужно и со внутренней стороны там где мясо по такому же принципу а мы с вами его прочищаем затем для удобства мы разрезаем угря на две или три части зависимости от того какой он у вас длины у нас было 60 сантиметров и промакиваем кухонным бумажным полотенцем с обеих сторон затем мы держим угря в холодильнике до момента его приготовления также мы приготовим конечно же соус для барбекю для этого нам потребуется вода 300 миллилитров заливая в кастрюлю так как нужно будет проварить этот соус и добавляем сахар 3 столовые ложки обычно белый сахар или же можно использовать одну столовую ложку сахара одну столовую ложку меда и одну столовую ложку сиропа затем добавляем соевый соус 4 столовые ложки и если у вас то мери на рисовое вино одну столовую ложку если нет то можно и пропустить далее мы добавляем следующие ингредиенты красный перец чили можно свежий или сушеный какой у вас есть одна штука нарезаем кусками среднего размера и закладываем черный перец горошек 2 чайные ложки туда же с вами закладываем и нужно будет подготовить нам с вами имбирь и чеснок имбирь 10 грамм нарезаем кусочками но относительно тонкими и если вы не едите имбирь или у вас аллергия пропустите и чеснок 30 грамм тоже нарезаем дольки чеснока могут таким с относительно среднего размера закладываем и зеленый лук 30 грамм нарезаем с и кусками среднего размера или же кольцами туда закладываем все доводим этот до кипения варим 8 минут на среднем огне можно без крышки или под крышкой теперь когда все это отварено нам нужно это остудить все эту массу этот полученный нами соус и затем процедить потому как там будет достаточно мелкие части такие как зерна от перца чили и так далее это полученный масс это соус его можно хранить в холодильнике ну и сейчас мы отправляемся непосредственно на барбекю нужно развести хорошенький такой костерок дождаться пока он превратится в угли и тогда можно будет приступать к жарке и с нами еще был для компании такой вот милый друг котик которого зовут мурзик за час до жарки до того как вы будете делать барбекю нужно будет смазать угря смесью кунжутного масла и соевого соуса пропорции один к одному моем случае это была чайная ложка и чайная ложка смешанные вместе промазали и уже когда начинаете делать непосредственно само барбекю туда используйте соус который мы с вами с вами проваривали мы наносим его несколько раз на с обеих сторон в процессе приготовления барбекю обжариваем мы тоже с обеих сторон до желаемой степени обжарки хочу сказать что соусы для данного парка вида барбекю могут быть и не только на соевом соусе а также угря можно приготовить и с острым соусом который основан на острый пасте чили кучудян который мы приготовим в одном из следующих видео или же можно просто посыпать его солью когда наша барбекю готова то подаем его с чесноком и имбирем нарезанными тонкой соломкой кладем их как топпинг на каждый кусочек и так едим нарезаем угря кухонными ножницами уже перед подачей к столу также на нашем барбекю мы пожарили пожарили курицу и индейку маринованные в соусе в 22 в течение 24 часов в холодильнике соус курицы индейки это соевый соус сахар чёрный молотый перец и перемолотые блендере яблоко можно взять грушу и также лук и имбирь но надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь и до встречи на следующем барбекю и в следующих рецептах до встречи на следующих рецептах